Наверняка, гуляя по городу, вы обращали внимание на неудобные элементы среды. В первую очередь, наверное, бросаются в глаза неудобные скамейки. Иногда они такой формы, что такое чувство, и их делали для того, чтобы там просто складывать коробки. То есть, абсолютно не анатомическая форма. Или, гуляя с друзьями, вы осознавали, что вам просто негде присесть. Что либо идут одиночные скамейки, такие стульчики небольшие, либо же большая скамейка разделена подлокотниками, и вам уже неудобно здесь находиться. Это, наверное, самое заметное проявление неудобного дизайна. Или, как его называют, агрессивного города. Дело в том, что иногда, работая с городом, специалисты, неспециалисты, видят какую-то проблему и пытаются с ней бороться, но не осознают, почему она появляется. Почему люди себя ведут именно так, а не как-то иначе. И пытаются бороться с последствиями, а не с первопричиной. И в этом ролике мы как раз поговорим об агрессивном городе, почему это появляется, какие на самом деле проблемы из этого исходят, и почему город, собственно, должен быть дружелюбным. Так что усаживаемся поудобнее. Сегодня мы говорим про агрессивный город. Поехали! Раз уж я начал говорить про неудобные скамейки, то давайте с этого и продолжим. Потому что в городе довольно много скамеек. В целом для людей свойственно хотеть иногда присесть. Потому что красивое место, потому что кто-то устал. Есть много причин, почему люди пользуются скамейками, и почему их ставят в городе. Но иногда их дизайн довольно враждебный. Например, есть целый ряд рекламных скамеек в наших городах, которые специально сделаны таким образом, чтобы на них никто не садился и не загораживал с собой рекламу. То есть вроде как скамейка есть, но по сути она появилась здесь для того, чтобы на ней никто не сидел. Просто как такое дополнительное рекламное место. Но более, наверное, наглядный пример агрессивного дизайна это скамейки с подлокотниками, или когда ставятся не какие-то длинные скамейки, где удобно сидеть там, например, вдвоем, втроем, вчетвером, а наоборот такие городские стулья. Все это делается для того, чтобы люди просто не спали на скамейках. И может показаться логично, что скамейка это не то место, где можно спать. Хотя бывают разные ситуации, но в целом вот якобы мы сделаем там, например, подлокотники, мы поставим отдельные стульчики, и тогда у нас бомжи не будут спать на улицах. И кажется, что это хорошо, потому что ни один же город не хочет, чтобы на их центральных улицах вот было такое-такое безобразие, потому что это якобы некрасиво. Но проблема куда более системная. И если там люди без определенного места жительства не будут условно находиться на вашей центральной улице, то это не значит, что они автоматически пропадут. Просто очень вероятно, что они пойдут по подъездам, по подвалам, будут как-то ночевать в коммуникациях и, например, на окраине города. И вроде как проблема уже будет не такая наглядная, не столь критичная, наверное, но в этом как раз кроется и опасность. Потому что когда проблема у всех на виду, больше шансов, что она начнет фундаментально как-то решаться и системно будут предприниматься какие-то шаги для решения первопричины. То есть людям без определенного места жительства нужно помогать, а не прогонять их. И на эту тему есть очень хороший фильм у Ильи Варламова про ночлежку, про фонд, который как раз занимается системно этими проблемами. То есть посмотрите, если не видели, потому что там все совсем не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Но, вот опять же, политики и чиновники, если они не видят проблему, если люди каждый день не сталкиваются с этой проблемой, то маловероятно, что кто-то начнет действовать. Потому что если там человек умрет на центральной улице от переохлаждения, например, это одно, это трагедия. И я думаю, все понимают, что человеческая жизнь имеет наивысшую цену. Но если тот же человек, например, погибнет в подвале от каких-то причин или в коммуникациях, то на это не обратят внимания. Поэтому как раз бороться с людьми, которые хотят, например, поспать или которые просто собираются на скамейках, смысла нет. Наоборот. Это, скорее, вот только порождает более серьезные системные проблемы. Другое частое проявление агрессивного города, с которым наверняка вы сталкиваетесь каждый день, это, конечно же, заборы. Заборы вдоль улиц, потому что вот эти вот чертовы пешеходы, которые ходят где-то не по поди и вообще кидаются под машины. Все, конечно же, совершенно не так. И это, опять же, проблема побороться с последствиями. Проблемой, но не решать и саму ее суть. Зачем, наверное, с главного? Что люди не просыпаются утром с мыслью, что вот бы сейчас выйти на улицу и кинуться под колеса какого-нибудь автомобиля. И в наших стандартах прямо прописано, что пешеходные переходы нужно делать там, где ходят люди. И они при том должны идти так часто, как это необходимо из конкретного какого-то участка. Нет, это не значит, что пешеходные переходы должны идти каждые 50 метров, но, например, если у вас частная сетка кварталов, то на каждом перекрестке должно быть по 4 перехода. Это как бы правило по умолчанию. Но у нас, к сожалению, принято пешеходные переходы убирать, и никто не думает, что люди, они пытаются экономить энергию. Мы все ленивые от природы, и это как раз заложенный инструмент сохранения энергии. И поэтому есть такое понятие, как линия желания. Что если нам вот нужно отсюда пройти сюда, то мы пойдем максимальным прямым путем. Мы не будем ходить вот так вот зигзагами. И это понимают все. И в том числе в наших стандартах это есть. Но, к сожалению, для многих это слишком сложная мысль. Поэтому появляются заборы, люди ломают эти самые заборы и проходят там, где им удобно. А люди, которые там едут за рулем автомобиля, и это не только обычные водители. Очень часто это чиновники, которые отвечают за транспорт. Или даже гаишники, которые вообще призваны защищать безопасность и жизнь людей. Но они видят лишь вот верхушку айсберга, видят проявление проблемы и думают, что забором они смогут все решить. Но это, конечно же, не так. Хотя здесь стоит сделать исключение, что иногда есть места, где действительно ограждение необходимо по тем или иным причинам. Например, около детских учреждений иногда допускается делать что-то подобное. Но просто посмотрите сейчас на две картинки. На одной это типичное, собственно, проявление заботы о людях. То есть просто поставили самый дешевый забор, который мешает уборке города, который закрывает обзорность и много всего другого. Другой пример – это Зарайск. Небольшой город в Подмосковье, про который я вам рассказывал. И там вот как раз решили проблему выхода людей в неожиданном месте для водителей с помощью зеленого буфера. Посадили цветы, посадили кусты. И вроде как на это красиво смотреть. Рядом с этим приятно сидеть, отдыхать. Но при этом люди обойдут чуть-чуть и пройдут по дорожке по пешеходному переходу. Они будут идти насквозь. То есть, опять же, одна и та же задача может решаться совершенно по-разному. И хорошие специалисты умеют совмещать безопасность с красотой и функциональностью. Главное просто звать хороших специалистов и вообще думать о том, почему люди так себя ведут. Какая первопричина этой проблемы. И пытаться решать ее, а не бороться с последствиями. Это очень важная мысль. И я надеюсь, что когда у нас кто-то будет выступать экспертом в интернетах и комментировать очередную аварию, например, с пострадавшим, где бабушка переходит в неположенном месте или мама с ребенком, то вы подумайте сначала, почему они так пошли, а не просто начнете... Ну, я думаю, вы все читали эти комментарии и понимаете, о чем я говорю. Очень хочется верить, чтобы люди ставили себя на место других и понимали, почему это происходит. В мире есть и другие примеры, кроме заборов, когда пытаются ограничить как-то проход людей, но при этом не ставят заборы. Например, вместо ровного покрытия иногда делают рельефное. Например, булыжную мостовую. Или вот как на этом примере из Лондона, здесь вообще уложили, получается, такие треугольники с острыми концами кверху, по которым просто неудобно ходить. Выглядит визуально, по крайней мере, лучше, чем обычные наши заборы. Но, тем не менее, это все еще проявление агрессивного города. И если люди здесь массово ходят, то нужно просто пересматривать транспортные схемы и прокладывать пешеходные переходы по линии желания, а не пытаться бороться с людьми. Другое дело, что, возможно, как временное решение, буквально на один год, пока этот самый проект разрабатывают, такое допустимо. Но, в целом, конечно, так делать не стоит. Иногда рельефное покрытие используют и для других целей. К примеру, здесь вы видите, что около здания, или даже около подъезда входа внутрь здания, установлены специальные шипы, которые призваны сделать так, чтобы там никто не лежал, опять же. То есть мы имеем пример борьбы, опять же, скорее всего, с лицами безопределенного места жительства, чтобы просто владельцу здания не пришлось их прогонять. Видимо, они там любили спать. Но, опять же, владелец здания решает свою локальную проблему, но не видит ситуацию целиком. Что если прогонять с этого места? Что если прогонять с этого места, то, собственно, человек-то никуда не денется. Нужно решать проблему несколько иначе и системно. И если, например, все так будут делать, то, вероятно, просто люди будут спать перед входом в здание. И это никуда не годится. Хотя иногда подобные конструкции используются для того, чтобы те же самые лица безопределенного места жительства не лежали там, где есть риск травмы. Например, на вентиляционных решетках. И такое часто встречается в Москве, что метрополитен устанавливает специальные такие треугольники в тех местах, где люди как раз могут присесть или полежать, погреться. И, ну, опять же, вроде как метрополитен решает свою проблему, что никто не упадет в веншахту, никто не травмируется, не будет потом никаких проблем. Но люди мерзнут. Это более такая фундаментальная проблема. И в некоторых городах, специально, когда, например, метро закрывается, таких бездомных людей впускают внутрь, чтобы они, например, смогли переночевать в тепле. Это называется вообще гуманизм и, опять же, забота о человеческой жизни. И тут хочется вспомнить, что сейчас, наконец, метрополитен дошел до того, что понимает проблему целиком. И перед входом на некоторых вестибюлях висят большие плакаты, где написано, где, опять же, бездомные люди могут погреться, где им могут помочь. То есть не просто закрывают двери и делают условия, чтобы вы перешли на другой участок. А вот именно системно помогают людям обрести просто тепло ночью, чтобы они не погибли. Это как раз пример нормального подхода, а не просто агрессивного города и перекладывания ответственности с одного на другое. И хочется, чтобы таких примеров было у нас побольше. К сожалению, использование шипов довольно частое явление. Их устанавливают на гидранты, иногда на лестницы, на заборы и в других местах, чтобы люди там не сидели. И вот, казалось бы, в чем проблема, чтобы люди просто присели? Например, есть пенсионеры, которым просто тяжело ходить, и им иногда нужно присаживаться. В этом нет ничего криминального, это, наоборот, забота о людях. Но вот многие не понимают первопричинные проблемы и просто борются с их последствиями. В таких случаях, конечно же, просто нужно устанавливать скамейки. Ничего здесь такого сверхъестественного нету. И в целом, в здоровом городе скамейки должны идти через каждые, ну, например, 100-200 метров. Потому что, опять же, это забота каждого. Хороший город, он не для молодых и здоровых. Хороший город, это тот, где есть место, и который приспособлен как раз для слабых и больных. Потому что, создавая условия для самого незащищенного члена общества, мы на самом деле улучшаем условия абсолютно для всех гаражан. Это довольно сложная мысль, но, опять же, это принципы гуманизма и принципы ценности человеческой жизни. И можно вспомнить ту же безбарьерную среду, что кажется, что она только для маломобильных, но на самом деле даже молодые, здоровые, вот даже я, если есть альтернатива пойти по лестнице или по пологому спуску, я скорее пойду по пологому спуску. Потому что это проще, это легче, человек ленивый, и мы все экономим энергию. Здесь такая же система, что все мы, в принципе, когда-нибудь станем старыми, будем ходить по улицам, и нам будет хотеться присесть. Поэтому город должен отвечать на этот запрос. Это как раз принцип человечности, которого иногда очень-очень сильно не хватает нашим городам. Другая большая проблема, с которой у нас пытаются бороться, это отходы нашей же жизнедеятельности. Я сейчас говорю про естественные потребности в туалете. Потому что вот кажется, что это плохие люди, которые ходят в арку или в подъезд, не говоря уже про лифт, и делают там свои грязные дела. Мол, что они потерпеть не могут, и вообще надо было перед выходом сходить в туалет, а они вот тут устраивают какое-то безобразие. Опять же, все куда сложнее. И если мы говорим про дизайн, то дизайн среды и агрессивный город, то это проявляется вот как раз в таких наклонных поверхностях, когда если человек хочет сходить, например, в воротах или просто в каком-то углу, то все польется на него же. Либо на ботинки, либо на штаны. И многие думают, что это решение проблемы. Мол, вот наконец-то не будет запаха. Наконец-то не надо будет там каждый день мыть и многое всего другого. Но первопричина опять же в том, что все мы люди. Все мы едим, пьем. Это нормально. И всем нам нужно ходить в туалет. Более того, у многих часто бывают заболевания, что они не могут терпеть. И для таких людей как раз вопрос вот этих малых дел или больших дел, он довольно критичен. И это все опять же упирается в комфорт города, в его дружелюбность. И поэтому в развитых городах делают сеть общественных туалетов. И часто они даже бесплатные. Потому что считается, что это такое же право человека, как, не знаю, право на воду, право на безопасные улицы и много всего другого. Но у нас почему-то везде вот любят впихивать, не знаю, зарядки для телефонов, но при этом вот забывают про естественные потребности. И естественно, что люди тогда начинают искать какие-то укромные места. И кому-то это может не нравиться, но опять же это происходит не просто так. Это никто не просыпается с мыслью, что вот бы сейчас пойти и нагадить во всем городе. Все куда сложнее. И важно просто заниматься общественными туалетами. И если кто-то из вас бывал в Азии, то там как раз право на туалет, я извиняюсь, право на пассать, оно священное. И там туалеты светлые, чистые. Они в шаговой доступности друг от друга. Потому что как раз есть понимание, что это норма. Что как раз комфортный город, он проявляется вот в таких мелочах и в такой заботе о людях. Более того, если мы посмотрим на старые фотографии или просто погуляем по нашим городам, мы поймем, что примерно до 1960-х годах общественный туалет был неотъемлемым элементом любого общественного пространства. Часто их делали подземными, чтобы они не занимали пространство и не загромождали, например, какие-то перспективы. И они были бесплатными. Потому что было какое-то вот понимание, что людям нужно ходить иногда в туалеты, что город должен отвечать на эти потребности. Но, к сожалению, потом про это забыли. И многие города до сих пор не понимают, зачем этим заниматься. Точнее, многие городоначальники, многие жители пытаются бороться вот с конкретными людьми, которые зашли в их арку, но при этом не видят всей ситуации целиком. Хотя я уверен, что абсолютно каждый человек находился в ситуации, когда ему срочно нужно в туалет, а туалета нигде нет. И это, опять же, признак агрессивного города. И, наверное, заключительный такой пример агрессивного города – это борьба с роллерами и скейтерами. Потому что, в принципе, в городах есть роллеры и скейтеры, и очень часто они пользуются, например, какими-то пропетами, лестницами, просто отрабатывая там трюки. И, например, городским службам кажется, что это просто безобразники, которые портят общественное имущество. И с ними срочно нужно начать бороться. И, например, они устанавливают специальные выступы на таких гладких поверхностях, на углах. Или ставят специально скамейки таким образом, например, на пропеты какие-то, чтобы там невозможно было долго скатываться. Это тоже не от большого ума, на самом деле, происходит. Потому что, например, вот в случае подростков, скейт и ролики – это способ самовыражения. И, в принципе, люди занимаются спортом. Кто-то может и не понимать этот вид спорта, но, тем не менее, это куда лучше, чем просто сидеть без дела. И нужно, чтобы город отвечал на эти потребности. То есть просто, чтобы в городе был скейт-парк. Понятно, что там коммунальщики, например, защищают свою зону ответственности. Они не хотят постоянно мыть или ремонтировать те же самые лестницы и другие поверхности. Поэтому делают вот такие выступы. Но люди, опять же, никуда не денутся. И как раз в хорошем городе должны быть условия, чтобы все жители могли самореализоваться. И поэтому, если в таком месте есть проблема, то, возможно, просто там стоит поставить специальные рампы. Они не стоят каких-то огромных денег. И в целом в наших городах все чаще они появляются. Но, тем не менее, нужно смотреть на первопричину проблемы. Я очень часто за этот ролик это повторяю. И делаю это не просто так. Потому что, к сожалению, не для многих доступно это свойство. Смотреть на первый источник и ставить себя на место других людей. И в целом всегда очень важно видеть картину целиком. Потому что очень часто у нас бывает такое коробочное зрение, что вот есть какая-нибудь условно коробка, внутри которых наши обязанности, наша повседневная жизнь. И, типа, вы понимаете, что там происходит, и все для вас понятно. Но мир не ограничивается коробкой. И иногда стоит высунуть голову, посмотреть вокруг и понять, что город устроен сложнее, чем нам кажется. И что нужно, опять же, смотреть на первопричину. И что город должен быть дружелюбным, безопасным абсолютно для всех. Не стоит пытаться с помощью дизайна бороться со своими же жителями, потому что до добра это точно не доведет. Что ж, надеюсь, вам было приятно. Можете в комментариях под роликом написать свои какие-то наблюдения, как в вашем городе борются с теми или иными, например, действиями, и что вам кажется глупым. И если наберется довольно большое количество таких замечаний, то я сделаю отдельный разбор, где, собственно, мы обсудим, почему это появляется, и почему такого быть, например, в городе не должно. Также я хочу напомнить про важность подписок и лайков. И, кроме того, в описании под роликом все ссылки на мои соцсети. Еще очень классно становиться спонсором канала, это сильно помогает. Ну, а в остальном, любите города и его жителей. Увидимся в следующем ролике. Пока.